Всем привет, меня зовут Юра Тепляков Вы на канале Утопист Я, соответственно, и Утопист, и Злой Режиссер У меня еще второй канал есть Злой Режиссер, там я вообще начинал рассказывать про кино Сейчас я всю эту информацию киношную рассказываю и на этом канале А на Злом Режиссере я сконцентрировался на политике И там рассказываю актуальную повестку о ситуации в мире, в России, в Украине Это видео изначально посвящено тому, как во Франции можно установить брекеты для ребенка дешево или бесплатно Но в рамках этого видео я расскажу и про всю бумажную ситуацию с другими направлениями, которые у меня есть Это интеграция, замена водительского удостоверения, социальное жилье Итак, начнем с брекетов Когда мы приехали во Францию, это был октябрь 2022 года Так, сейчас тут надо посчитать, когда это И сыну, по-моему, тогда было 15 лет Если бы мы знали об этих нормативных стандартах и правилах То, по-моему, до 16 лет вообще он мог установить брекеты бесплатно Мы приехали в октябре, день рождения, у него 1 декабря Мы до 1 декабря еще бездомничали И, в принципе, у нас уже была страховка, но мы никуда не обращались Мы даже, по-моему, в Рестадекюр еще не успели зарегистрироваться Мы в этом месте, где сейчас живем, в организации Кадао Дума Где у нас есть социальный ассистент Мы как раз начали жить со 2 декабря 2022 года Вот, поэтому этот момент до 16 лет мы упустили Потом, пока туда-сюда, тут много разных бумажных дел То есть первое, что вам следует знать, если вы намереваетесь поставить брекеты вашему ребенку И хотите сделать это бесплатно, надо поспешить это сделать до 16 лет Как в таком случае действовать? Обращаться ли сразу в страховую или обращаться сразу к доктору? Я не знаю Попробуйте это понять из моего дальнейшего рассказа В какой-то момент я начал активничать Узнавать, как, где, что можно сделать Поставить брекеты, сколько это стоит Насколько это платно, насколько бесплатно Насколько наша обычная страховка, которая нам выдана была Как лицам запрашивающим политическое убежище Я начал длинные обороты, забыл, с чего начать В какой-то момент я начал процесс, чтобы узнать Да, чтобы узнать, насколько наша страховка может что-то покрывать Скажу, что, в принципе, по этой страховке мы получали практически все медицинское обслуживание И даже какие-то лекарства, которые нам выписывали врачи Мы все это получали бесплатно То есть в аптеке по рецепту с предъявлением бумажной страховки Мы все получали бесплатно У разных докторов, с которыми встречались, общались Мы пытались выяснить, как дела обстоят с брекетами Ничего не выяснили Это тоже одна из, возможно, из ошибок Потому что, наверное, правильно было бы сразу обратиться к профильному донтисту Который занимается брекетами Но тоже, как их отличить, который занимается, который не занимается Это довольно оказалось непросто Поэтому, прежде чем попасть к этому доктору, были у трех докторов Которые, казалось бы, вроде бы донтисты Но они, оказывается, только лечением занимаются Брекетами не занимаются Но ты пока не спросишь, не узнаешь То есть запомните Первый момент – это до 16 лет успеть Второй момент – как я из своего опыта понимаю Надо правильно определиться с доктором То есть найти его Правильного профильного доктора, который этим занимается И дальше алгоритм в нашем случае был такой Мы пользуемся услугами организации Resto de Cure Это ассоциация, которая выдает нам продукты бесплатно раз в неделю И может помогать там с одеждой И с какими-то социальными другими вопросами Там даже какое-то микрокредитование у них есть Мы не пользовались пока Вот И я спросил, возможно ли какая-то помощь с их стороны По поводу установки брекетов У меня закрыто окно, потому что будет шумно И поэтому мне жарко И они назначили мне рандеву Те, кто смотрит наши видео, знают об этом Я встречался с человеком, который у них уполномочен заниматься этими вопросами Провели какой-то опрос мой о наших доходах Кто мы, что мы Хотя у них эта информация была и до этого Когда мы обратились за помощью в Resto de Cure Но тем не менее, я ответил на вопрос о доходах, о жилье Какие-то копии документов предоставил Они заполнили какую-то анкетку в страховой компании И сделали запрос в страховую компанию Мы прождали какое-то время Буквально это чуть ли не два месяца было И я понимаю, что ничего не происходит Я задал им вопрос еще раз Говорю, что там происходит с этими Или я, или Вова задали этот вопрос Что происходит с нашим запросом И буквально на следующий день мне перезвонила, вот что важно Женщина из страховой компании Причем, как я понимаю, эти все организации как-то между собой связаны То есть вот это Assurance Melody От нее же у нас есть страховой полис И они же вроде как-то там контактят с КАФом И то ли это одна организация, то ли разная, непонятно То есть для вас ключевой вопрос это Донтист, который будет делать эту работу И надо получить контакт с вот этим лицом Которое занимается работой с... То есть вот у нас это Assurance Melody SAVA SPAM Это сокращенная как-то там аббревиатура этой организации Как на нее, на такую, ну на подобную должность выйти самому Я не знаю То есть вот она связалась с нами через Через Реста де Кюр И спросила, вот вы, что вы хотите Я объяснил, что Она нам дала контакты каких-то врачей Сказала, вы можете записаться на рандеву к этим стоматологам И вот мы... И причем эти стоматологи оказались не те, которые нужны То есть... Я пытаюсь понять, как вам... Как вам со страховой-то связаться То есть, наверное, способ через Реста де Кюр Потому что они связались, получается С правильным профильным человеком в этой ассоциации В страховой организации Как этого человека напрямую найти Ну, я имею в виду, с подобной должностью Я не знаю Но там, видимо, есть разные департаменты Может быть, какое-то общее письмо можно написать В общем, она нам дала Три адреса стоматологов Которые оказались все неподходящими Они не занимаются установкой брекетов И в итоге мы сами нашли потом Нужного стоматолога, нужную клинику Записались на прием Провели первый прием по нашей страховке То есть он был бесплатный Там делали какой-то снимок челюсти Ну, зубов Какое-то обследование, осмотр И По согласованию вот с этой женщиной Из страховой компании То есть это она сказала Такой алгоритм действия Вы должны провести осмотр И получить расчет стоимости установки брекетов Мы провели вот этот осмотр И попросили расчет стоимости Мне выдали на бумаге Расчет стоимости установки брекетов В эксплуатации В течение трех семестров Семестр, я так понимаю, шесть месяцев То есть в течение полутора лет И это стоило три там с чем-то тысячи евро Расписано, что обязательный рентген Сколько-то стоит Первый семестр сколько-то стоит Второй семестр сколько-то и третий И все это три с чем-то тысячи евро Этот расчет я отправил в страховую компанию Она мне прислала анкету Которую мы заполнили Вместе с нашей подругой Вероник Там было такое Похоже на декларацию Там подробно описывается Ваша ситуация семейная Кто вы, что вы, чем занимаетесь Где работаете Какие деньги у вас есть Какие источники доходов Прикладываете этот расчет Копии документов с жилья Копии документов по выплатам То есть такое досье получается И это досье я, к сожалению, копий не сделал Хотя надо было Ну потому что не подумал Обычно, когда мы с Ребеккой все делаем Подаем документы куда-то Она мне сразу делает копии всех документов С Вероникой мы об этом не подумали И поэтому оригиналы всех документов Которые мы приложили Ну то есть это копии были моих документов Но это не получилось Не сделано копии досье самого Я в конвертике отправил Прям в письмо В здание этой страховой компании В ящик для писем Опустил и написал письмо В страховую компанию И той женщине Которая с нами на связи О том, что вот ваше досье Мы заполнили вашу анкету И указал ваше имя И ждем от вас какого-то решения Прошло около месяца И я получил письмо На двух страницах Одно адресовано мне Другое адресовано нашему доктору Перед этим я получил имейл О том, что сегодня утром Наша комиссия рассмотрела ваше досье И одобрила вам первый семестр В размере 800 евро Деньги будут перечислены доктору А потом получил бумажный экземпляр С тем же самым, что сегодня мы одобрили вам 800 евро Деньги будут перечислены доктору По ее реквизитам Когда она Пришлет им акт выполненных работ И Если месье Не оплатил То они в течение Шести месяцев По-моему Оплатят ей эту сумму Вернее платят сразу Но у нее на это есть шесть месяцев То есть она После того, как выполнит нам первый этот этап Должна будет в течение шести месяцев Сделать запрос страховой И они ей компенсируют эти 800 евро Вот С этой бумагой мы позвонили в В клинику Сказали, что у нас вот такая ситуация Они сказали, что будьте внимательны И если вам дальше не одобрят То как вы будете На что мы сказали, что да Мы эту опасность понимаем Но такая процедура То есть мы сейчас Вынуждены пойти на этот шаг И приступить к первому семестру А потом запрашивать продолжение Уже по мере того, как проходит время Вот На июль назначено рандеву На 11 июля Я так понимаю Будут начаты вот эти работы по рентгену Изготовлению, установке брекетов Владимиру И когда этот первый этап закончится Ну, работы какие-то То доктор сможет отправить счет В страховую компанию И получить компенсацию В размере 800 евро За выполнение работ для нас Я уточню у доктора Сколько длится первый семестр И уточню в страховой Когда примерно мы должны Начинать процедуру запроса Следующего шага Чтобы нам не упустить время И все заранее Все подготовить Вот Повторю ключевые моменты До 16 лет Можно получить брекеты бесплатно Куда обращаться В страховую компанию Или к стоматологу Я не знаю Наверное, надо пробовать И тот, и другой канал После 16 лет То же самое Либо к стоматологу С получением Расчета стоимости И потом в страховую Либо сначала в страховую Но, в принципе, страховая Ничего не решит До того, как вы Не принесете расчет стоимости Поэтому, наверное, самый быстрый способ Это получить расчет стоимости От стоматолога Который будет делать Установку брекетов А потом в страховой Запросить анкету На вот эту помощь Вот это, наверное, Самый простой Быстрый алгоритм Буду держать в курсе Как это все происходит Развивается Это важно Хочется, чтобы у ребенка Была красивая улыбка Но она и так у него роскошная Но, так скажем, идеальная Дальше У меня проходит Процесс интеграции Кстати, важный момент Надо Вове не забыть Об этом сказать Я сейчас я помечу Записочку себе Пометил, чтобы не забыть Вове передать Ребекка сказала Что на следующей неделе Она сама созвонится С Вовой Потому что они могут Поговорить на французском И она ему объяснит Наверное, она попробует Уже сейчас начать Процедуру по изготовлению Для него Документов Потому что К моменту, когда ему Исполнится 18 Уже этот пакет Может быть готов Он получит сразу Документы О том, что Ну, этот тетрадисижур Как и у меня О том, что он резидент Франции Потому что Нет смысла Сейчас начинать Процедуру детских Каких-то документов Потому что Это займет время А к тому времени Надо будет переделывать То есть Так это она сама Объяснила И так она Хочет попробовать сделать Вот Она уточняла У кого-то Насколько это возможно Вроде бы возможно Поэтому Хорошая новость Возможно В ближайшее время Начнется процедура По Вовиной интеграции По его документам Так У меня на 13 июня Назначена Первая встреча По французскому языку Это все произошло В рамках Моего подписания Контракта Об интеграции У меня была Рандеву В Офи В Анси Там Я про это Отдельно снимал Видео Как это происходит И Последствием этого Стало назначение Нескольких встреч По разным направлениям Одно из них Это Аджир Я про него Рассказывал Тоже видео На канале есть Одно из них Не помню что И одно из них Вот это Уроки французского языка Так Надо ли мне тут Это все пояснять Ну так я бегло Объясню Что там Этот процесс По принципу Ты куда-то В одно место Приходишь А тебе еще Там 10 Каких-то Рандеву Назначают Чтобы параллельно Разные процессы По интеграции шли То есть Мое получение Французского документа Это не в одном месте Пришел Что-то подал И тебе дали Для того чтобы мне Этот титр Досежур выдали Или Катр Карт Досежур Не помню В общем Вид на жительство Нужно Чтобы параллельно Я выполнил Несколько действий Это и замена Российских документов На французский Свидетельство о рождении Это моя процедура По интеграции Изучения французского языка Поиск работы Что еще Там что-то Про историю Франции Тоже это мне Назначат Но пока этого не было И Когда вот это все вместе Произойдет В этот момент Уже будет готов Этот документ И соответственно Я его получу Вот То есть я сейчас Все эти процедуры Параллельно делаю Все это прохожу И Куча бумаг Вот разных организаций Где-то Где-то офи Где-то Вот эта вот Администрация Так Это дом Поэтому Там я в принципе Рассказываю Как что происходит По мере того Как это происходит Тут ничего такого Отдельного Нечего вам рассказать По нашему новому жилью Мы зарегистрировались На специальном сайте Для нового Социального жилья Нам присвоили номер И сейчас Я так понимаю Мы еще ожидаем Каких-то документов От Кафа А там есть Ряд проблем С тем Что они задавали Какие-то вопросы Мы на них отвечали И они очень долго Читают эти письма Вот И с этим же связаны Еще Какие-то выплаты То есть там Эти выплаты То ли частично есть То ли частично нет Поэтому Пока непонятно Жилье зарегистрировались Я сейчас Узнаю Сегодня Вероника Ребекка разговаривала С Вероник Узнаю Вероник Что мы можем В нашей ситуации делать Можем ли мы уже Искать жилье В тех местах Где мы хотим Вокруг озера Или надо что-то ждать Вот Но Бумажная работа сделана Дальше По замене водительского удостоверения Когда я был В Офе В Анси Мне выдали Такую бумажку С пунктами Чего я дальше могу делать Чего могу Чего обязательно И одним из пунктов То есть Я то что обязательно Разумеется Уже делаю То есть Подписать Вот этот договор Об интеграции Ля-ля-ля Про работу Про здоровье И был один пунктик Водительское удостоверение Замена водительского удостоверения С момента получения Статуса Политического беженца У меня есть один год На то Чтобы заменить Мое российское Водительское удостоверение Без экзаменов Без всяких там Каких-то Проблем То есть я его просто могу Поменять Для этого Мы Регистрировались На специальном сайте Который называется У них для всего Есть специальные сайты Ант Ант По-моему Вот Ребекка Как франкоговорящий человек Там все пункты заполнила Я сделал электронную фотографию Это такой документ В котором Помимо фотографий Есть еще номер Электронный Соответственно Вбивая этот номер в заявку Программа куда-то ссылается И получает в электронном виде Твою фотографию Еще там мы отфоткали Документы Мое водительское удостоверение Документ о том Где мы живем И по-моему Все Вот И Я Таким образом Сформировал заявку Вот мне прислали смс Мы сделали скриншот Это смс Прислали электронное письмо О том что заявка принята Мы сделали скриншот Этого письма И Теперь я могу Иметь доказательство Того что в течение Вот Сегодняшний день По стечению года Если ничего не случится А этот процесс Может быть там Несколько месяцев занять У меня есть доказательство Что я этот процесс Начал вовремя Вот Ну самое главное Мы его начали А там уже дальше Я никуда не спешу Я вот могу ездить По этому удостоверению А мне еще ездить-то Не на чем пока Вот Так вот я вам Сумбурно Попытался рассказать Что происходит Тринадцатого я иду На уроки французского Ну это будет первая встреча То есть мне там скажут Когда в какие дни Сколько раз в неделю Поскольку часов Я буду ходить На уроки французского Мне всего две сотни часов Назначено Соответственно мы получим Какой-то план С этим планом Мне надо показаться Ребеке Чтобы она могла Тоже как-то Распланировать Наши встречи дальнейшие Так И вот у меня тут Куча вот этих Висит стикеров Желтых на окне Когда в какое время В какую дату Куда мне надо Когда в какую дату Надо вове И мы в соответствии С этими планами Куда-то ходим Вот Из новостей Которые не очень приятные Выяснилось Ну Как-то я так понимаю Ребекка По мере Того как я дорастаю Ситуационно До какой-то Информации Она мне сообщает По мере актуальности Чтоб я раньше времени Видимо не переживал Я знаю Что мы По закону Можем жить В этом жилье 3 плюс 3 Месяцев После получения Позитива Соответственно 6 месяцев После 16 февраля Когда мы получили Позитив Это будет 16 августа Что херово Наверное Мы все-таки За это время Тут задержимся На это время Хотя хочется Скорее конечно Уехать Но что еще хуже Может настолько Затянуться Поиск нашего Нового жилья Потому что На каждое жилье Много претендентов И их всех Рассматривают В соответствии С приоритетностью А я так понимаю Одинокий отец Не самая Приоритетная категория С большим сыном Поэтому Может быть Действительно Поиск За Как это За Задержится Вот И поэтому Возможно Нам придется Переехать В какое-то Другое Место Для пережидания Что тоже Может потом Еще занять время А это Другое место Может быть Еще похуже Чем у нас Сейчас здесь То есть Это тоже Какое-то Социальное жилье Такое Типа Там Ну Ребекка Сказала Это может быть Комната Может быть Квартира Может быть Дом Может быть Общежитие По принципу Этого Но это Еще такое Будет Скорее Всего Вот Вот Эта новость Конечно Меня Маленько Расстроила Потому что Вы понимаете Да Эмоционально Хочется Скорее Уже Отсюда Свалить И свалить В свое Нормальное Жилье Ну Тут Сейчас Будет Зависеть Насколько Что-то Подходящее Быстро Может Найтись В тех Местах Где Мы Хотим И Насколько Быстро Каф Выполнит Всю Свою Работу По Этим Цифрам Суммам Там Считам Которые Они Должны Были Сделать Чтобы У нас Заполнилась Вся Необходимая Документация По Социальному Жилью Потому что Там Сейчас Есть Пустые Пробелы Потому что Мы Этой Информацией Пока Не Уладеем Потому что Каф Нам ее Пока Не дал То есть Заявка Есть Но Она С Пробелами Чтобы Нам Эти Пробелы Заполнить Надо Получить Информацию От Каф Каф Мы Все А так В принципе Уроки Французского Я жду Давно По По Работе Которая Для денег Ну то есть Чтобы Какую-то Работу Поделать Этим Занимается Какое-то Специальное Поле Ампуа Там Пока Регистрироваться Рано Потому что Ребекка Сказала Пока У тебя Нет Уровня Французского Необходимого Регистрироваться Там Нет Необходимости Поэтому Пока Ждем Вот У меня Еще была Встреча С еще Одной Социальной Организацией Которая Вроде Как Будет С нами Работать Параллельно Но Ребекка Сказала Что Это Скорее Всего Бла-бла-бла Они Подписали Со мной Контракт Чтобы Бабло От государства Получать Но Фактически Когда С ней Связались Спросили Что Вы Делаете Она Сказала Мы Все Делаем И Говорит Ну Тогда И Занимайтесь Вот Мне С Ребеккой Конечно Очень Комфортно И Если Мы Могли С ней Продолжить Работать Я бы Остался Но Тут Процедура Есть Определенная Мы Ей Следуем Вот Такой Вот План Сегодня Пятница У меня Ночью Вечером Ночью И утром Еще была Температура Я Лечусь Этим Вискарем Как я Вам По насморку И по Болезненному Ощущению У горли Все Хорошо Температуры Нет С утра Голова Болеть Перестала Пью Чай Состояние Хорошее Ну Есть Легкая Слабость Но Она Такая Что Я Хочу Физической Нагрузки То есть Я Хотел Бы Заниматься Спортом Но Решил Все Таки Что Сегодня Воздержусь И Вова Говорит Лучше Дома Сидит Вот В ближайшие Дни Вернусь Физкультуре Спасибо Всем За просмотр Задавайте Вопрос Я конечно Понимаю Что Может быть Я ничего Понятного Внятного Не рассказал Но Опять же Будут Вопросы Я может Быть На них Отвечу Более Конструктивно Потому что В моей голове Много Этой информации Что я Говорил Что не Говорил Я не Помню Что Для вас Важно Непонятно Вот Всем За просмотр 25 минут Это я еще Про политику Не начинал